11 ноября под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. На повестку дня заседания был вынесен ряд вопросов, касающихся стратегического видения перспектив развития образования и науки в Республике. Пристальное внимание было уделено формированию в Республике научно-образовательного центра мирового уровня. Его базой предлагается сделать Казанский федеральный университет. Вузам накоплен необходимый опыт работы в формате продвижения на мировой арене, достижения международной конкурентоспособности. Надо сказать, что дискуссия по НОЦам началась уже более полутора лет назад. И вот недавно только они приобрели определенную форму и вышли нормативно-правовые документы. В первую очередь решение федерального правительства, которое регламентирует порядок и форму создания НОЦ. Основная задача этого НОЦ – обеспечить формирование новых точек роста, новой экономики, которая бы обеспечивала устойчивое развитие страны на долгосрочную перспективу. В последующем НОЦ призваны стать опорными центрами реализации национальных проектов на территории тех субъектов, в которых они будут созданы. Хочу лишь сказать, что с инициативой создания научно-образовательного центра мирового уровня должен выступить субъект. То есть в нашем Сочи Рустам Нургалевич. Это однозначно, поэтому мы должны подготовить с вами материалы. Я бы просил вас, чтобы либо вы сами, либо ваши проректора, ответственные за эту работу, сформировали бы общую рабочую группу, провели ряд мозговых штурмов, как сейчас принято, и обсудили, куда нам двигаться. В завершение темы заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Татарстана Рафиз Бурганов выступил с предложением провести на базе КФУ в ближайшее время совещание, посвященное вопросу формирования научно-образовательного центра мирового уровня. Спасибо, Лешан Равкадж, за всю эту организационную работу. Вам спасибо за то, что вы этот вопрос зацепили, как Лешан Равкадж сказал. Надо, чтобы его зацепили теперь все у себя дома в вузах, разобрали. Каждый свое должен увидеть, и, возможно, это будет республиканский продукт. Также были обсуждены вопросы, связанные с развитием деятельности Малой Академии Государственного Управления в Республике Татарстан. Были представлены текущие результаты ее деятельности и планы по дальнейшему развитию. Еще одной темой заседания стали итоги изучения опыта вузов Республики Татарстан в сфере цифровизации, а также обсуждение возможности интеграции ресурсов вузов в данной сфере. С этой целью в Республике была создана специальная рабочая группа. Пошли в рабочую группу при департаменте экономической политики, департаменте государственной политики, в сфере высшего образования Миногронауки, для того, чтобы наше изучение не было нитечком. Получили от них модель цифрового университета, который содержит четыре раздела. Исходя из этих четырех разделов, мы не будем смотреть на то, что делается в наших университетах. Важным моментом стало обсуждение способов продвижения одаренных и талантливых детей молодежи вузами Республики Татарстан. Я думаю, классическая система сопровождения и вообще профессиональной реализации школы, вуз или СУС, предприятия. Есть элементы, которые внутри каждой системы представлены. Они касаются развития талантов. Это и конкурсы, это и различные мероприятия, программы поддержки, как в вузах, так и уже на предприятиях. Но как раз-таки университет талантов создан для того, чтобы выставить сквозную систему сопровождения. И ряд предложений, которые хотелось бы здесь озвучить, они касаются, в первую очередь, всех этапов работы с талантами. Последним пунктом повестки заседания стал вопрос о рекомендации на должность ректора Казанского федерального университета. Единогласно было принято решение рекомендовать на должность Ильша Тагафурова. Напомним, что текущие полномочия ректора, возложенные на Ильша Тагафурова, истекают в апреле 2020 года. Валерия Муратова, Ленарда Влесьяров, Виолетта Басова, Универньюс.